Старый друг лучше новых двух. Эта народная мудрость применима, пожалуй, ко всем сферам, за исключением оборудования и орудий производства. Любое техническое средство, устаревая, становится источником опасности. И уж сколько нервов и материальных затрат требуется для поддержания его в форме. Все это хорошо знают владельцы старых автомобилей. Если старенький автомобиль в личном владении – это проблема одного человека, то транспортное средство служебное – это головная боль для целого предприятия. И еще для тех, кому в процессе работы приходится пользоваться казенными машинами. Александр Бурмистров работает на автобазе администрации главы республики более 30 лет. За эти годы ему довелось посидеть за рулем самых разных автомобилей. Больше всего хлопот приносили «Волге». Один случай Александр со своим пассажиром запомнили на всю жизнь. Прибыв в город «АллатРа», меня машина подвела. Я заглох. Пришлось искать, конечно, помощь. Мы вернулись с «АллатРа» в час ночи. До исключения трех автомобилей представительского класса в гараже автобаза – «Волге», «Уазике» и «Газели». У большинства амортизация 100%. И пробег подбирается к полумиллиону километров. Например, эту «Ласточку» приобрели в начале 2000-го. Если подсчитать общие расходы на ремонт автомобиля, то они почти в два раза превысили себестоимость. Впору списывать, говорит дирекция автобазы. «На сегодняшний день процент изношенности автобазы – это составляет 40%. Но на сегодняшний день как минимум 20 единиц техники – это уже нужно обновить. Где-то 40% автомобилей более 10 лет ремонтировать и эксплуатировать в дальнейшем транспортные средства экономически нецелесообразно». Между тем, именно такие автомобили ежедневно разъезжают по всем городам и весям. Доставляют служащих на выездные совещания или, не дай бог, к месту ЧП. Обслуживают пресс-туры и всевозможные рейды. Встречают гостей. Последнее тоже немаловажно. Протокол и элементарные правила гостеприимства требуют, чтобы транспортное средство соответствовало статусу приезжего. Пока в автопарке администрация главы 62 автомобиля. У 42 из них амортизация превышает 100%. Понятно, что решить проблему в одночасье невозможно. Но то, что автопарк необходимо обновлять, не вызывает сомнения.